Преподобный Нил Столобенский Стоя здесь, на колокольне Нил Столобенской пустыни, видишь монастырь и озеро, ну, примерно с высоты птичьего полета. Оно воистину огромно. Площадью 260 квадратных километров Селигер похож на ромашку с восьмью лепестками-плесами. Отсюда, с монастырской колокольни, видно только два плеса. Это вот тот Селигерский плес на юге и Кроватынский на севере. На озере 169 островов, самый крупный из которых Хачин. Он сам имеет 13 внутренних озер и 4 деревни. Остров Столобный – одно из самых величественных мест на Селигере. Именно его выбрал для уединенного пустыножительства преподобный Нил. Одному богу известны сокровенные подвиги этого подвижника. Его скупое и немногословное житие доносит нам немного подробностей о подвижнической жизни этого отшельника. Известно, что Нил поселился здесь в 1528 году. Он ископал пещеру и прожил в ней в посте и молитве целую зиму. Лишь на следующее лето преподобный выстроил келью и часовню. Молясь денно и ночно, Нил не разрешал себе даже прилечь. Он отдыхал стоя, не более четырех часов, опираясь на деревянные крюки, вбитые в стены его кельи. Тверская земля была источником вот этой благодати. Москва была центр политический. Святые земли были здесь. Здесь множество святых мест. Я так думаю, совершенно не случайно тоже божий промысел, что здесь и первый патриарх был, и первый после революции патриарх отсюда, думаю, совершенно не случайно. Прожив на Столобном 27 лет, преподобный Нил тихо и мирно отошел ко Господу. Но лампада веры и праведности, зажженная подвижником на уединенном острове, не погасла во времени. В 1667 году были обретены его святые мощи. К этому времени на Столобном уже существовал монастырь, учрежденный святителем Иовом, первым московским патриархом, уроженцем Тверской земли. Он был почти что современником преподобного и в юности жил неподалеку в Старице. Вполне вероятно, что Иов слышал о подвигах Столобенского отшельника и рассказывал о них при царском дворе. Монастырю покровительствовали многие московские государи. Благодаря их щедрым вкладам с течением времени на Столобном вырос сказочный град посреди озерных вод. А вот через те водные ворота обители в 1820 году братья монастыря встречала императора Александра I. Государь прибыл в обитель скорее с частным визитом. Отошли в прошлое, так и не сбывшиеся мечты Александра о преобразовании России уже не занимало принятые пять лет назад в поверженном Париже миссии умиротворителя Вселенной. Несмотря на создание Священного Союза, революции в Европе вспыхивали одна за другой. Революционный заговор обнаружился и в самой России. Император Александр I в беседе с прусским королем Фридрихом Вильгельмом «Я перестал заблуждаться насчет благодарности и преданности людей, и потому обратил все свои помышления к Богу». Тяжелый духовный кризис не дает покоя душе императора. Александр устал, опустошен, разочарован. Он все больше любит одиночество, уже давно вошло в привычку ежедневное чтение Священного Писания. Каждый день, утром и вечером, Александр Истовый подолгу молится. От многочасового молитвенного стояния на коленях императора огромные мозоли. Александр все более удаляется от людей и светской жизни. Слова, подчеркнутые императором Александром в собственном экземпляре Библии. «Видел я все дела, которые делаются под солнцем, и вот все суета». «Устал я. На Господа единого уповаю, ибо сказано. Тогда похваляюсь, когда чувствую себя слабым, ибо тогда укрепляет меня Господь». Император делает Ниле Столобинской пустыне щедрый подарок – проект Богоявленского собора, чуть-чуть не дотянувший до первого места в конкурсе на строительство Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Это был готовый шедевр со всеми необходимыми согласованиями. Это второй Исаакий, второе его воплощение, более к душе пришедшемуся Александру Первому. Он сюда подарил свой любимый проект. И он, я думаю, здесь не только сделал подарки, он не только здесь сделал вклады, я думаю, какие-то свои духовные вопросы он тоже решил, безусловно. Он искательством занимался Нилова, в Ниловой были старцы. Вот последний наш старец, Хиегумен Михаил, 1941 год представился, тоже был очень сильным старцем. Но не только император Александр Первый искал и находил в Ниле Столобинской пустыне духовное утешение. В XIX веке монастырь был на втором месте после Святой Земли по числу паломников, приезжавших сюда. И хотя сегодня в XXI веке количество богомольцев, приехавших на празднование 345-летней годовщины обретения мощей преподобного Нила несравнимо с дореволюционным, для обители это большой праздник. Ежегодно 9 июня в Ниле Столобинскую пустынь съезжаются церковные иерархи, священники из самых разных епархий русской церкви. Ныне Божественную Литургию в день праздника в главном храме обители, Соборе Богоявления Господня, возглавляет митрополит Новгородский Старорусский Лев. Главе Новгородской митрополии сослужат митрополит Тверской и Кашинский Виктор, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, епископ Боровический и Пестовский Ефрем, а также епископ Канский и Богучанский Филарет. За богослужением молятся братья монастыря и приехавшие паломники. Все от мала до велика, несмотря на проделанный многокилометровый путь, сосредоточенный внимательно. Огромный Богоявленский собор едва вмещает всех собравшихся. Юбилейное богослужение тщательно фиксируется фото- и видеосъемкой для монастырской летописи. Епископ Канский Богучанский Филарет в своем слове подчеркивает суть подвига преподобного Нила. Воспоминая подвиг преподобного и богоносного Отца Нашего Нила Столобенского, мы в сегодняшний день все с вами возносим перед ним молитвы, как перед великим угодником Божиим, исполнившим во всей своей полноте завет Христов, завет любви к Богу и к человеку. По окончании Божественной Литургии традиционный праздничный крестный ход с мощами преподобного Нила. Процессия выходит из Богоявленского собора и спускается к архиерейской пристани. По традиции крестный ход совершается по монастырской набережной вокруг всего комплекса здания обители. Паломников настолько много, что монастырские трудники едва сдерживают людей, взявшись за руки. В учененных местах крестный ход останавливается и молящиеся окропляются святой водой. Посмотреть на процессию пришли и монастырские буренки, но были явно смущены таким количеством людей. Крестный ход возвращается на площадь перед Богоявленским собором, где в завершении праздничного богослужения к собравшимся обращается митрополит Тверской и Кашинский Виктор. Сегодняшний день мне особенно хочется выразить свою благодарность Высокопреосвященнейшему владыке митрополиту Льву, митрополиту Меркурию, владыке епископу Ефрему и всем вам известному епископу Филарета. Выразить свою признательность, что они, невзирая на все трудности, сложности архипастерского служения и занятности, нашли возможность, чтобы прибыть в эту святую обитель и в сегодняшний день. Дорогие владыки, мы просили преподобного, чтобы он укрепил вас в вашем нелегком архипастерском служении. В канун 345-летия обретения мощей в музее Нилы Столобенской пустыни, наследие преподобного Нила, после долгой реставрации, которая длилась с ноября 2011 года, возвратилась чудотворная деревянная ростовая скульптура преподобного Нила. Искусствоведы еще спорят о месте изготовления скульптуры и ее авторе, но художественная ценность образа преподобного Нила, она неоспорима. Это шедевр мирового значения. Неизвестный скульптор, он воистину великий творец русской древности. Какова же была его мера требовательности к себе и ответственности, чтобы так, очистив свой внутренний духовный мир, вызвать к жизни столь совершенный образ русского подвижника. Этому скульптурному образу более 200 лет. Он наиболее древний из всех известных нам скульптур преподобного Нила и очень искусный по своему исполнению. В советский период образ находился в ведении Осташковского краеведческого музея и хранился в неотапливаемом притворе Вознесенского собора бывшего Знаменского монастыря. Фигура и так из частей состоит. Эти части были очень хорошо прилажены друг к другу, но в результате вот такого варварского к ней отношения в советские времена части разошлись. Естественно, открылся путь для плесени, для гнили, для жучка. Она претерпевала климатические изменения, резкие изменения. В нашем климате это очень тяжело, потому что влажность высокая. Разрушения были настолько критическими, что специалисты-реставраторы поставили неутешительный диагноз – деструкция древесины, в нижней части практически прогнившая основа и живой древесный жучок. Фактически это был последний момент, после которого началось бы необратимое уничтожение деталей, а без них невозможно сохранить весь образ. Была проведена уникальная процедура сканирования скульптуры. Она помогла реставраторам оценить масштаб работ, где и что нужно исправить, залатать, а то и совсем заменить. Технологий для такой уникальной фигуры у них не было. Технологии совершенствовались, допридумывались, разрабатывались новые под саму фигуру. И даже на последних этапах, когда вроде бы уже все было готово, части вдруг перестали совпадать, когда их стали складывать. Они сначала приуныли, потом испугались, потом помолились, и начали сначала понемножку заново. Все потихонечку встало на место. За шесть месяцев реставраторы проделали большую работу. Полностью избавились от древесного жучка, образ пропитали специальным составом для долголетия, восстановили покрытие скульптуры. В процессе реставрации не раз возникали споры, когда специалисты разных направлений предлагали различные технические способы консервации и восстановления образа. Но преподобный Нил умиротворял все разногласия. Люди не хотели при ней спорить, не было резких выпадов. Эти люди подружились теперь. Наши реставраторы, кто реставрировал, они подружились. Они нашли много других людей, друзей. Они уже приезжают сюда. Музейщики эти нам уже предложено, например, сделать выставку в Музее истории религии и атеизма в Питере. То есть, понимаете, вот Нил вокруг притягивает людей, вдохновленных. Не случайно этот образ почитался чудотворным и не раз помогал врачевать споры и волнения среди монастырской братьи. А когда осенью 1830 года в Россию из Индии пришла эпидемия холера, никто не придал значения слухам о надвигающейся напасти и не ждал ее стремительного распространения. Боясь паники, власти скрыли от населения первый смертельный случай в Москве. Но тем больший переполох случился, когда счет умерших пошел на тысячи. Состоятельные семьи в панике покидали Первопрестольную. От Осташков до Москвы несколько карантинов, но страшная болезнь уже охватила большую часть центральной России. Во время всеобщей паники и отчаяния братья Ниловой пустыни бесстрашно отпевают усопших и совершают крестные ходы с мощами и скульптурным образом преподобного Нила. Очень быстро здесь мор утих, а в монастыре не было ни одного умершего. Здесь все-таки еще и трудники жили, понимаете? Ну, я понимаю, что гигиена, санитария, все это замечательно. Но мор был повсеместный, а монахи ходили все время с крестным ходом. И фигура почиталась, высокая почти не была, наряду с мощами. День празднования 345-летия обретения мощей преподобного Нила уже стал частью истории Нилы Столобенской пустыни. И Марина Мелисовна, проводя экскурсии по Монастырскому музею наследие преподобного Нила, рассказывает о торжествах своим паломникам-экскурсантам, которых день ото дня становится все больше и больше. Даст Бог, пройдет совсем немного времени, Нилова пустынь уврачует раны, нанесенные ей богоборческой эпохой, и, восходя от силы в силу, будет так же, как и во времена Старой России, духовно окормлять многочисленных паломников десятками тысяч, приходивших на Столобный в XIX веке. КОНЕЦ